В декабре 1998 года в небо впервые поднялся К-60, новинка конструкторов из бюро Камова, получившая название «Косатка». Эта машина казалась фантастической, как будто созданная для популярного тогда иностранного сериала о супервертолете, способном выполнять невероятные задачи. Для армейской авиации, в дополнение к перспективе замены широко распространенного Ми-8, требовался средний многоцелевой вертолет. Перед конструкторами стояла задача создать машину для перевозки вооруженного десанта, доставки оружия и боеприпасов в район боевых действий, эвакуации раненых, охраны и патрулирования экономической зоны с базированием на кораблях, а также для проведения поисково-спасательных работ и обучения летного состава. Работы по проекту затянулись из-за политической обстановки в стране, а натурный макет был собран в 1990 году. В отличие от фирменной Каамовской соосной схемы, К-60 был выполнен по одной винтовой схеме с рулевым винтом в хвостовом кольцевом канале. Объяснялся необычный выбор тем, что вертолету не требовалось зависать над полем боя, основную часть полета он должен был проводить в движении. Еще одним новшеством стало использование инновационных материалов. Корпус касатки на 60% состоит из полимерных композиционных элементов, что обеспечивает повышенную устойчивость к боевым повреждениям. Топливные баки имеют прослойку, заполненную пенополиуретаном, который затягивает пробоины, тем самым предотвращая возможность взрыва. Лопасти винтов также с полимерной составляющей сохраняют работоспособность при получении нескольких пробоин от стрелкового оружия. Выживаемости машины и экипажа было уделено повышенное внимание. Для этого использовали все имевшиеся в то время технологии. Жизненно важные системы управления и агрегаты продублированы, шасси обладают повышенной энергоемкостью, а при аварийной посадке травмы пилотов и десанта сводятся к минимуму благодаря амортизирующим креслам. Косатка спроектирована так, чтобы исключить поражение экипажа и пассажиров от элементов вертолета при ударе о землю. Машина рассчитана на деформацию, не угрожающую находящимся в ней людям. Десантная часть косатки вмещает 16 полностью экипированных военнослужащих с вооружением или 6 раненых на носилках, сопровождаемых тремя санитарами, а доступ в отсек осуществляется через две раздвижные двери. Узел внешней подвески, расположенный под фузеляжем, рассчитан на груз массой до 2750 кг. Груз и вооружение также могут размещаться на боковых держателях с обеих сторон корпуса. Еще одним заметным необычным решением стало расположение рабочего места командира с правой стороны, что предполагало более свободный доступ к многофункциональной панели приборов. Высокие летно-технические характеристики К-60 достигнуты также за счет инновационных для той пары решений, продуманных аэродинамических обводов корпуса, низкого силуэта и убирающихся шасси. Силовая установка состояла из двух газотурбинных двигателей РД-600, выдававших взлетную мощность в обычном режиме 300 лошадиных сил и мощность в чрезвычайном режиме 550 лошадиных сил. Эти моторы сами по себе являлись последним достижением авиационной науки. РД-600 были оснащены устройствами, снижающими их инфракрасное излучение. Конструкторы применили целый ряд решений для снижения заметности машины в тепловом, радиолокационном и оптическом диапазонах. Для этого применялись даже элементы стелс-технологии, а именно покрытие корпуса специальным составом, поглощающим радиоволны.